Тут уже скачет. О, ***! Он с ума сошел. Ну что, ледяная, но чистая, да? Стоят, стоят два человека. Помните тот самый санаторий КГБ, где я искал бункер? Так вот, сегодня мы вернулись, чтобы отыскать его и показать вам. Так что заранее попрошу подписаться на канал, поставить лайк и написать несколько комментариев. Каких-либо документальных подтверждений касательно принадлежности объекта, его назначения и истории нет. Предположительно, ведомственный дом отдыха КГБ, активно строившийся с начала 80-х годов по 90-91 год прошлого века силами военных строителей, как прикрытие для бункера под ним. Строительство было заморожено из-за нехватки средств. К концу строительства осталось сделать только отделку и подключить коммуникации. Под здание рыли котлован глубиной 30 метров, в котором расположили трехуровневый бункер, где планировалось 310 комнат с кинозалом, операционный и столовый. Во время стройки объект имел несколько периметров, охранялся войсками КГБ. Рядом была построена военная часть военных строителей, которые строили объект. Через западный и восточный входы лифтовые шахты ведут ниже подвала. Вокруг шахты лестничные марши, по которым можно спуститься ко входам бункера. Бункер имеет два аварийных выхода с первого и второго уровня. С восточной стороны вход ведет к шлюзу, идущему на второй уровень. Второй уровень затоплен. Пройдя через шлюз и спустившись чуть ниже, видно затопленный коридор с множеством гермодверей и разветвлений. До конца 90-х объект поддерживался в законсервированном состоянии. Вода откачивалась регулярно, но затем был заброшен и бункер затопило. Всем привет, друзья. Да, мы с Сергеем Огневым. Приветик передавай и не слепи. Здравствуйте. 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 Добрый день всем. Слышал? Что-то большое, то ли упало. А что это было? Нет. Что? Короче, мы с Серегой приехали сюда для того, чтобы найти бункер в санатории КГБ. Я думаю, что мы его сегодня отыщем в любом случае, да? Да. Да и по-любому. Ты знаешь, у наверно у подписчиков сейчас образовался вопрос, почему мы сидим в кустах где-то ночью. Чтобы вы понимали, я сейчас расскажу такую историю, что охрана отсюда ушла только 3-го числа. Ага. А сегодня у нас какое? Девятое или восьмое. Ну, короче, совсем недавно, но это не точно. Вполне реально, что здесь есть камеры, датчики движения. Охранять здесь нечего. Это не секретный объект на данный момент. Это строилась база отдыха КГБ. И достроено здесь было только бомбоубежище. И сегодня мы попытаемся его найти. В чем его особенность? То, что оно имеет 3 этажа. Я в таких бомбоубежищах никогда вообще не был и не знаю, когда еще побываю. Поэтому будет это уникальное видео. Что упало? Мы постараемся отснять его целиком. Ну, если будет такая возможность. Если нет, то мы найдем специальные сапоги. Вернемся сюда. Если вы наберете... Сколько тебе нужен лайков? Мне 1000. 1000 лайков. А у меня... Давайте тоже 1000. Мы сюда вернемся и пойдем в подземный бункер. И вызовем пиковую даму. В бункере подземный. Не, ребята, это шутки. Слушай, там реально может кто-то быть? Да, конечно, там... Это реально... Согласись, это ХЗБ. Только вот... Ну, как бы... ХЗБ номер два, ребята. Да, вот реально номер два, да. Это прямо амбрелла нереальная. Это такое здание, конечно, колоссальное. Давай сейчас пока будем идти искать. Осветим его, посмотрим. Мы сейчас подошли... Как видите, к какому-то периметру в колючей проволоку. Да, вам видно, вот она, колючка здесь идет. Колючка, колючка. Сырнички. Приходится вот так вот пробираться. Здесь можно пройти. Вот так вот. Вот так вот. Так, как бы... Как бы не зацепиться. Вот она, тоже колючка. Погнали. Так, ладно. Продвигаемся. Где-то здесь была тропинка. Давай искать тропинку. Конечно же, наши фонари просто нас раскрывают по максималке. Но у нас вариантов нет, не будет фонарей. Вы ничего не увидите, поэтому... Да, снова я здесь. Знакомое такое место. Ну, я думаю, мы найдем бомбарь сразу. Здравствуй, ХЗБ, реально глядя. Реально ХЗБ. Просто огромное. Я предполагаю, что нам вот сюда идти, Серег. Это самая коммерческая больница. Всеверная боль. Тебе на штабах. Слушай, а там вниз высоко? Есть? А, это этажа. Посмотри, посмотри, а там реально высоко. Обратите внимание, там раз-два, вот как... Ну, где-то три этажа. Как и есть, да. То есть получается, что реально... Минус три этажа под здание. Вот сейчас мы уже спустились. Минус один сейчас? Да. Смотри аккуратно на лестницу, смотри. Она реально может развалиться. Ребята, кажется, мы идем в отдельное здание, потому что вход в подвал. А, нет, здесь заканчивается. Нет. Не три этажа, но все-таки получается на минус первый. Ух ты. Серега. Да? Это оно. Слушай, дверь, конечно, совсем не будет. Да вот она. Гермуха. Погоди, а ты посмотри, механизм это еще даже не заржавели. Она еще вполне верно, что можно крутиться? Нет. Нет. Так, здесь я, наверное, включу нормальный прожектор для того, чтобы все в красках видеть вам. Ну, офигеть, конечно. Первые затворы просто здоровые. Сейчас, секунду. Встал? Встала. Все, так будет лучше. Ну что, погнали смотреть, что это такое у нас. Тут, смотри, тут реально, короче, такая ржавчина. Слушай, смотри, прикол. Ты видишь? Что? Она была, походу, здесь прикручена или что-то с ней, но ее просто погнули, ее как будто изнутри выбили. Обратите внимание, как они гнуты. Вот эти вот механизмы? Да, вряд ли такое погнуть-то можно. Ну, дверь... Дверь огромная, реально. Слушай, а если нас кто-то закроет, мы отсюда вылезем? Да. Нас не закроют. Я только что попробовал прокрутить этот штурвал. Он не крутится совсем. Он весь зажарел. Но если кто-то будет стоять в ЭДшке, как у нас есть здесь... Еще одна, да, гермуха? Да, кстати, вот это, чтобы закрывать. Смотри. Вот это же скач. Смотри, как выглядит. Стульчик такой одинокий. А что это? Куда это проход? А почему... Объясню для зрителей. Ребята, тут волнами пол. И эхо. Просто огромное эхо. Сергей Огнев. Я не хочу утонуть. Он не взял с собой сапоги. Еще одна гермуха. Смотрите. Это очень похоже... Я, конечно, никогда не был на подводной лодке, но это похоже, как будто реально подводная лодка. Просто гигантская. Еще гермуха, еще. Смотри, тут какой-то типа склад. И, конечно же, здесь будут мои любимые летучие мыши. Вы видите просто какие размеры? Сколько я уже прошел. Идет ответвление налево, направо, налево, направо. Вот еще ответвление. Вот еще. 1990... 80 какой-то и 91 год. Это не шутки. Еще ответвление. Да, это на огромное количество людей бункер. Гермуха еще одна. Получается... Да, здесь все закрыто. 91 год. Сварочные посты. А что это такое? Я не знаю, извините. Там дальше есть ход? Да, слушай. Это просто невероятное место. И ты представь, оно имеет три этажа, какие знаки. Поэтому только на 21. А это какой-то... Это хозпостройка, что ли? Ну да, здесь он... 92 год. Дата моего рождения. Год моего рождения, вот прикиньте. Вернемся в более атмосферное место. Вот это реально как будто затонувший корабль. Или подлодка. Здесь вода все съела. Погнали. Я думаю, что... Нижние этажи... Скорее всего... Куда я двигаюсь-то? Нижние этажи будут, скорее всего, затоплены, друзья. Чувствую, как будто... У***ть. Я об***ался, клянусь. Серега! Серега! Выглядит, как будто это два человека стоят. Извините меня за мат. Так и выглядит. Извините, как будто стоят и смотрят. Да. Пол волнами, потому что здесь вода. Смотри, 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 смотрите. А вот вам и выход. Вот вам выход на улицу. То есть... Походу здесь вот можно было быстро либо укрыться, либо продовольствие вот через этот отсек поступали. Не знаю. Где-то здесь... Здесь вот по идее тоже должна была быть гермодверь. Гермодверь. Блин, ну... Жутковато стало. Извините, конечно. Реально жутковато. Что, пойдем по коридору? Я прошел его. Что там? Выход наверх. Я там нормально испугался, потому что мне показалось реально, что там стоят два человека. Вот реально. Там визуали что-то? Да. Как? Пойдем ниже. Еще ниже? Конечно. Но по идее вот тут. Так. Вот так. Нет. А где-то... А где-то еще ниже. Слушай, ну честно сказать, не похоже, что этот бункер был реально достроен. Ну и смотри. Гермодверь остается. Стоять. По сути он достроен. Тут только физический ремонт оставался. Так. Опа. А вот это то, что надо. Так. Что ты мне подсказываешь, что мы туда не пройдем? Блин. Ребята, там просто мгновенно все затоплено. Посмотрите. Слушай, это просто уникальность. Я так и думал. Я так и думал. Лишь бы лестница не рухнула. Куда только с оболанами не берет. Охренеть. Шансы найти еще есть, реально. Охренеть. Вы это видите, да? Слушай, это так красиво. Давай отойдем и поснимай. Я пугаюсь немного. Я надеюсь вам видно что. Слушай, я думал, что сюда нужно вернуться. Это реально затопленный бункер, в котором мы можем с тобой такое видео крутой отснять. Ребята, давайте наберем все эти видео. Пусть там 300 лаков. И высоток сюда возвращается. И как? С ними здесь затоплено. Как? Да мы просто туда поплыем. Как? Вода ледяная. Да, реально. Ну конечно, нет. Сто процентов. Вода ледяная. В костюмах это не ощущается. Реально. Хорошо, в костюмах. А в каких костюмах? Аквала? По груди, по груди. Ты думаешь мы тут пройдем? Да, спокойно. Смотри. Давай за шар. Вот он стоит лестница. Возьмем это же. То есть, примерно. Я так вижу. Начинается затопление. Начинается где-то вот на первой ступени. Ну, возьмем даже марс. Вот здесь. И там он получается. Сейчас я спущусь. Он с ума сошел. Вот. Вот пастель воды. То есть, мы можем даже спокойно еще там лестницы вниз туда спуститься и даже не потонем. А там еще вниз идет лестница. Ты видишь? И что ты хочешь сказать? Покуда нам будет? Вот тут примерно по поясу. Точно? Да. По поясу? Да. То есть, в забродах мы спокойно можем туда заходить? Ребят, вы тоже считаете, что мы можем туда заходить? Я тебе реально говорю. Мы спокойно можем туда пройти. Я вообще не уверен. Слушай, блин. А что, холодная вода реально? Да. Да по-любому. Ну, нет. С подогревом, конечно же. Ну что, ледяная, но чистая, да? Ну вот, я очень на этом туда. Слушай, я уверен, что мы сможем там походить. Нужно сюда обязательно вернуться и это будет просто... Посмотри, вот видишь, вот эти перила? Вот эти вот. Вон они. Вон они, вон там вот. Их видно, они в воде. Ну хорошо. А они вот, вот так вот. Вот костюмы вот посюда. Мы будем вот так стоять, понимаете? Вот так вот. Вот так будет воды. То есть, если ты где-то куда-то ногой наступишь, и... Да, тебя потопит. Тебя просто потопит. Реально потопит. Вообще без вариантов. Просто физически не сможешь вываться. Но мы это сможем сделать. Мы это подготовлены, да? Блин, ну это нереально, конечно, круто. Я... Я согласен. И вода такая. Блин, ну это... Это будет очень стрёмно. Сначала я думал, что это реально все миг, что это байки про этот бункер. Но нет. Когда я все это видел своими глазами, я просто ел. Сюда реально не шанс попасть. Просто... Походить туда водой там, где еще никого нету. Вы слышите, как вода падает просто? Это ржавчина на воду. Да, в воду ржавчина падает. Извините. Да, я иногда глупости базарю. Вот кошка. Слушай, смотри. Вообще можно... А, нет. Все равно затоплю. Пройдем. Может быть... Осторожно. Сюда. Давай осмотрим. Ты можешь идти туда сгонять, или прямо? Да. Но это такие склады по ходу дела. Похоже на склады, да. Здесь пахнет сырусью. Ваше предположение, на сколько человек этот бункер. Вот реально. Какая-то химия лежит, что ли. Да. Не знаю, мне интересно, как вы думаете, вот там, допустим, когда будет сухо-сухо, может быть, количество воды уменьшится? Вот это сменновато выглядит. Что это такое? Как будто кого-то повесили. Серега! Ты где? А ты где? Я тебя слышу. Здесь... Да. Так. Ну что, друзья, я не знаю, идея вам решать. Ну, идея так себе. Она очень опасная. Но до зимы осталось немного. Взять за броды и пойти сюда. Ладно, Сергей хочет рисковать. Если вы согласны с этим, тогда мы подготовимся серьезно и будем, конечно же, туда залезать. Пишите в комментариях ваше мнение, друзья. Спасибо большое за поддержку, спасибо за просмотр. Напишите ваше мнение, опять же, стоит ли нам спускаться на минус второй этаж, который затопленный. Друзья, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok